На сегодняшнем заседании Государственной Думы будет рассмотрено 45 вопросов. Центральным вопросом из них будет вопрос лекарственного обеспечения, докладывает министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. Я чуть позже остановлюсь на основных тезисах, которые будут нами заявлены в ходе данного выступления, по итогам данного выступления. Сегодня могу сказать, что на фоне определенной эйфории, которая сложилась в российском обществе после выхода нашей сборной в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу, продолжается реализация непопулярных решений. Речь прежде всего идет о решении повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин, речь идет об увеличении НДС, речь идет о высоких ценах на топливо. Я напомню, что и президент Российской Федерации, и сам председатель нынешней правительства Российской Федерации господин Медведев в статусе президента неоднократно говорили, что повышение пенсионного возраста в Российской Федерации не произойдет. Между тем, соответствующее решение на уровне правительства принято и внесено в Государственную Думу. По всей стране имеют место массовые протесты. В большинстве из регионов вот эту борьбу против повышения пенсионного возраста, против роста НДС возглавила наша партия, коммунистическая партия Российской Федерации. Одновременно на уровне ЦК идет работа по подготовке всероссийского референдума о запрещении повышения пенсионного возраста, несмотря на предварительные обещания уже некоторых деятелей из правительства заблокировать проведение данного референдума. Мы считаем, что вопрос с повышением пенсионного возраста не проработан, и об этом сегодня будем говорить дополнительно. Точно так же, как и вопрос о повышении НДС. 2% к цене вроде бы небольшая сумма, но если мы возьмем высокотехнологичные товары, имеющие длительные цепочки производства, то эти 2% в итоге выльются в 8, в 10, а то и 12% повышения цены. То есть фактически модернизацию страны, реализацию тех указов майских, о которых говорил президент, предложено выполнять за счет доходов граждан, залезая к ним в карманы, фактически грабя наших с вами граждан. Десятки миллионов. Если говорить о теме лекарственного обеспечения, то сегодня именно лекарство, именно лекарственное обеспечение современное, это основная часть оказания медицинской помощи. И большинство демографических успехов развитых стран связано как раз с современной фармакотерапией. Чем может похвастаться Российская Федерация в этой связи, говоря уже о повышении пенсионного возраста? Если говорить о качестве, то министерству удалось выстроить более-менее приемлемую систему качества, оценки качества медицинских препаратов, но если говорить будем о доступности, то здесь, к сожалению, имеет место огромный провал. Причем провал, как в части доступности для большинства граждан, учитывая низкие доходы и падающие доходы большинства наших граждан, сегодня приобрести или обеспечить себя современными лекарственными препаратами подавляющее большинство из них не в состоянии. Статистика говорит об этом. Сегодня только один из шести нуждающихся в современном лечении при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях может себе позволить лечиться. Средняя цена лечения порядка 3-4 тысяч в месяц. При средней пенсии 12-14 тысяч вы можете понять, что далеко не все способны себе это позволить. В общем, эта средняя цена для многих гораздо выше. Чем выше возраст, мы говорим о пенсионной реформе, тем затраты на лекарственное обеспечение, затраты на лекарства растут. И лицам после 65 лет, 90% лиц старше 65 лет, приходится систематически получать или принимать лекарства. Процент регулярно принимающих лекарственные средства по показаниям Российской Федерации сегодня не выше 20%. Даже при самых распространенных, самых вроде бы известных заболеваниях в виде гипертонической болезни, в виде ишемической болезни сердца. То же самое касается закупок на уровне государства. Если мы возьмем сегодня реализацию 178-го закона, это закон, я напомню, об инвалидах и ветеранах, о льготном лекарственном обеспечении, то дефицит реализации этого закона составляет 30 миллиардов рублей. Если мы возьмем региональных льготников, то дефицит реализации на уровне регионов составляет около 50 миллиардов рублей. Если приплюсуем сюда дефицит, который образуется в ближайшее время по семи высокозатратным нозологиям, по туберкулезу, по ВИЧ-инфекции, то общая сумма дефицита федерального бюджета на лекарственное обеспечение составит в районе 90-95 миллиардов рублей. Это официально зафиксированная, ту, которую можно пощупать. Кроме того, имеет место скрытый дефицит в рамках реализации указов президента. К сожалению, большинство лечебных учреждений, стационаров просело в части лекарственного обеспечения. Перебросив большую часть средств на выплату заработной платы в соответствии с указами, ну и на вторую статью, естественно, они фактически остались сегодня без денег, необходимых на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий. Для районных больниц, большинства районных больниц страны, сегодня 90-95% всех зарабатываемых денег тратится на заработную плату. Остальное на коммуналку, выплату налогов, естественно, что на приобретение лекарств и расходных материалов средств не остается. Я могу рассказать о ситуации в родной Ульяновской области. К большому сожалению, сегодня даже в центральной главной ведущей больнице региона, это Ульяновская областная клиническая больница, в течение трех месяцев отсутствуют лекарственные препараты. Больные вынуждены приобретать их за свой счет, больные вынуждены нести эти препараты в больницу и, по большому счету, говорить сегодня о бесплатной медицинской помощи на уровне стационарного звена в большинстве наших регионов не приходится. Полноценно способны обеспечить сегодня лекарствами всего три региона в Российской Федерации, среди которых город Москва. И, к большому сожалению, многие больные, страдающие онкологическими заболеваниями, орфанными заболеваниями, для того, чтобы просто элементарно выжить, вынуждены мигрировать, переезжать, регистрироваться в этих крупных городах, для того, чтобы иметь возможность элементарно выжить. Вопрос здесь идет уже о таком социальном неравенстве, поэтому разговоры о доступности, разговоры о современности, разговоры об эффективности медицинской помощи в Российской Федерации, по крайней мере, преждевременный, пока не решен вопрос доступного лекарственного обеспечения. Поэтому первое недофинансирование, второе эффективное использование. Здесь тоже у нас огромные проблемы. Я напомню, что все пять дней назад за коррупционные схемы при закупке лекарственных препаратов были арестованы министр здравоохранения Ульяновской области, председатель комитета по социальной политике и законодательного собрания Ульяновской области и еще ряд высокопоставленных чиновников, нанесшие ущерб региону на закупке лекарственных препаратов в районе 300 миллионов рублей. Так вот, на фоне недостатка лекарственных средств еще и реализация подобного рода схем, которые, к сожалению, не пресекаются вовремя ни правоохранительными органами, ни соответствующими контрольными организациями Министерства здравоохранения и фондов обязательного медицинского страхования, откуда поступают эти самые средства. Со своей стороны, мы настаиваем на ужесточении контроля за закупками лекарственных препаратов, мы настаиваем на централизации закупок большинства современных препаратов, эффективных препаратов зарубежного производства на уровне правительства Российской Федерации, может быть, даже жертвуя положениями 44-го закона. Потому что многим странам удалось при такой вот политике централизованных закупок снизить цену на самые востребованные препараты в 3, в 4, а то и в 5 раз. Я думаю, если точно самое будет сделано на уровне правительства, Министерства здравоохранения Российской Федерации, мы сможем сэкономить десятки миллиардов рублей, которые можно будет потом использовать на обеспечение дополнительного количества людей. Ну и последний момент, он связан с лекарственным страхованием. Разговоры о некой перспективе, неком отдаленных, скажем так, вариантах решения этой проблемы, на наш взгляд, сегодня надо пресекать. Лекарственное страхование должно быть внедрено в Российской Федерации в максимально короткие сроки. Соответствующий план должен быть представлен Министерством здравоохранения, мы будем настаивать на этом, для того, чтобы доступность лекарственных средств, возможность лечиться, возможность выживать в нашей стране, не зависело от доходов гражданина, не зависело от его социального положения и не зависело от того, в каком регионе он проживает. К сожалению, на сегодня это именно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова